Привет, меня зовут Николай и один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат, 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Ицхак Адизес с книгой «Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует». Ицхак. Глыба, человечище, титан менеджмента и автор около 20 фундаментальных работ, посвященных проблемам управления. Так, наверное, бы начали обзор этой книги те, кто распробовал Ицхака как методиста и учителя, а я вот только в начале этого сложного пути, поэтому, признаться честно, это мой не первый подход к книгам Адизеса, но первый более-менее успешный. Читая его размышления и наставления по менеджменту, в очередной раз я понимаю, что вот именно для таких книг и таких авторов мы в «Читай быстро» придумали букнот, потому что просто невозможно без дополнительных записей, без структурирования информации осознать все то, что пытается донести Ицхак в своих книгах. В этом плане по необходимости быть сосредоточенным и сконцентрированным, чтобы ничего не пропустить. Адизес — это что-то среднее между Атлантом, который расправил плечи, и Черным Лебедем Талеба. Ну, и еще его время в жизни каждого руководителя, оно, наверное, должно наступить. Его нужно дождаться. Если вы читаете Адизеса и ничего не понимаете или не готовы применять то, о чем он говорит, просто отложите книгу, вернетесь к ней спустя какое-то время. Я так делал дважды, и вот, наконец-то, в третий раз она зашла мне, потому что обстоятельства сложились, и, в общем-то, и пазл тоже сложился, и книжка зашла очень круто. Учитывая, что этот обзор записывается в достаточно расслабленном состоянии, не нужно быть таким сосредоточенным, а за окном 6 февраля 2021 года, и идет такой густой снег, что я прям не вижу дома напротив, я, пожалуй, позволю себе плеснуть немножечко пиногриджио 2018 года в бокал. И напомню вам, что нет ничего лучше в нашей жизни, чем бокал хорошего вина. Интересная книга. Я стараюсь все меньше уделять внимания вину в этих обзорах, чтобы вас сильно не раздражать. Вся книга в нескольких предложениях. Показатели компании, имеется в виду бизнес-показатели компании, во многом зависят от управленческого звена, поэтому менеджеры пытаются совершенствоваться и развиваться, принося в команду какую-то добавочную стоимость в виде организации всего этого процесса. При этом все абсолютно люди по Адизосу делятся на 4 большие группы. Определению, взаимодействию, управлению этими группами как раз и посвящена книга «Идеальный руководитель». Айда в 10 фактах и 3 задачах разбираться, почему невозможно им стать и как с этими знаниями жить дальше. Ну, собственно, если кто-то хоть раз в жизни сталкивался с Адизосом или в тот момент, когда вы столкнетесь, вы поймете, что краеугольная основа всех его трудов — это так называемый «поей-код». Каждый начальник, каждый человек, который начинает процедуру руководства кем-либо, понимает менеджмент по-своему, потому что определение довольно размыто. Вот Ицхак считает, что менеджментом является эффективное и результативное управление организацией в кратковременной и долгосрочной перспективе. И для того, чтобы оценить стиль управления руководителя, он сам использует и нам всем рекомендует использовать вот этот так называемый «поей-код». Он состоит из четырех букв, которые определяют процессы производства — это «поей-код», администрирование — это «эй-код», предпринимательство — это «и-интерпринер», и интеграция — это «и-интеграция». «П» отвечает за производство результата. «Эй-администрирование» отвечает за эффективность. «И-интерпринер» управляет изменениями, а интегратор объединяет все эти элементы для долгосрочного сотрудничества. И вот, собственно, начальные буквы этих слов образуют аббревиатуру, которая в русской транскрипции мною собрана как «поей». Это и есть так называемый «код руководителя», придуманный Адизесом. «Код руководителя» в целом определяет здравость компании как организма в данный конкретный момент, ну или может определить ее возможные болезни. Это второй факт из книги «Болезни компании». Ну, собственно, здоровая деятельность компании подразумевает комплексное выполнение вот этих самых «поей» функций, и проявление дисбаланса в 99% случаев приведет к печальным последствиям. Потому что компанию можно представить как единый организм, который должен работать слаженно, а руководитель, который использует любой из четырех стилей управления, он, как правило, уступает в остальных трех важных функциях. И помочь больной компании могут две вещи – либо витамины, либо омоложение кадров. Витамины – это такой процесс дополнения недостающей функции организма новыми кадрами, ну то есть имеется в виду управленческого организма. Если на каком-то из этапов развития вашей компании нужно, чтобы процессы были максимально систематизированы, описаны, стандартизированы, а руководитель этой компании по натуре поджигатель, такая себе гипертрофированная форма предпринимателя, то компания обречена до тех пор, пока в команде у нее не появится администратор, который возьмет на себя все эти функции, в общем-то пропишет витаминки, все стандартизирует и омолодит кадры. И вот так вот и решаются любые болезни, то есть в том смысле, что если текущий руководитель имеет абсолютно какой-то явный перекос в одну из сторон вот этого вот квадранта из четырех частей состоящего, то обязательно его нужно усилить человеком, у которого будут развиты недостающие текущему руководителю функции. Ну и это все станет частью одной большой сложенной эффективной команды. У каждого стиля управления, как мы только что определили, есть какие-то недостатки, есть достоинства. И для того, чтобы вам, как руководителю верхнего звена, добиться выполнения всех функций вот этого квадранта PAE в компании, нужно формировать команду из руководителей, представляющих разные стили. Вот такая простая история. Потому что тогда недостатки одних руководителей будут компенсироваться достоинствами других. Тут, собственно, и кроется ответ на вопрос обложки книги, почему нельзя стать идеальным руководителем и как с этим знанием жить дальше. Потому что мечты о идеальном руководителе, который, как Супермен, будет всесторонне развит, следует заменить практическими действиями по формированию идеальной команды, в каждом из участников которой будет сбалансировано развиваться та функция, которая будет нужна команде вот именно здесь и сейчас. И да, идеальных менеджеров нет. Средний человек может сочетать от силы две функции из этого квадранта и выполнять все четыре функции можно какое-то время, решая там какие-то очень короткие, быстротекущие задачи, но не в долгосрочной перспективе. Поэтому нужно искать команду дополняющих друг друга менеджеров, каждый из которых будет осуществлять по одной какой-то своей функции, но при этом, конечно, помнить о неизбежности конфликта. Менеджеры с разными стилями управления, мало того, что имеют отличающиеся взгляды, они очень часто имеют разный понятийный аппарат и представление о том, что хорошо, что плохо, что эффективно, что не очень, поэтому конфликты неизбежны. Вы, собирая их в единую команду, не вздумываете ожидать мирного сосуществования. Но при этом Ицхаг говорит, что, слушайте, конфликт – это вообще не показатель плохого менеджмента, потому что, ну, во-первых, если есть конфликт, значит, людям не все равно, а любое несогласие можно использовать во благо. И вам важно, как руководителю, если вы видите, что назаревает какой-то конфликт, важно сделать так, чтобы его наличие не расценивалось как личная угроза для любого из участников этого самого конфликта, и для этого вы должны сделать так, чтобы в команде царила доверительная атмосфера. Это можно сделать с помощью внедрения толерантности. У нас была книжка про Netflix, и вот там было про тотальную толерантность и про тотальную честность. Если вдруг вы не читали или не слышали этот обзор, то в описании обязательно будет ссылка, послушайте. Но Одизес говорит, что суть толерантности, корни ее, кроются вот в чем. Конфликты порождаются различиями, и нам очень сложно бывает понять тех, кто не похож на нас. Но, тем не менее, это возможно, потому что толерантность начинается с терпения. Если каждый участник команды будет готов пойти на какую-то жертву, то постепенно толерантность будет насаживаться, ну в хорошем смысле насаживаться, как такой командообразующий стержень. И когда хорошая команда состоит из правильных людей, имеющих понимание каждой функции, вот это вот P-A-E-E, то тогда, собственно, с толерантностью проблем не будет. И не будет проблем с построением организационной структуры. Потому что, ну мы уже на шестом факте должны понимать, что эффективность менеджера, она снижается в тот момент, когда он находится не на своем месте. И поэтому структурирование обязанностей обеспечивает рациональное распределение усилий и минимизацию так называемых бесхозных зон. Для этого вам нужно сделать организационную структуру, которая будет состоять из трех основных компонентов. Там четко будут прописаны зоны ответственности, там четко будут прописаны полномочия каждого из участников, и там четко будут прописаны вознаграждения. Ответственность, полномочия, вознаграждение. Вот это то, что нужно знать любому из участников процесса. При постановке каких-то новых целей нужно проводить всегда реструктуризацию команды, компании. Это, конечно, очень такой болезненный, но обязательный процесс. Потому что, если структура превращается в привычку, и вы перестаете на нее обращать внимание, перестаете ей следовать, то она перестает работать. При этом помните, что, как правило, мы мало того, что разговариваем на разных языках, у нас очень сильно в командах и в компаниях, и вот там, где мне приходилось поработать, тоже я очень часто это замечал, так называемая тезаурусная ошибка, когда вы говорите одно, но подразумеваете что-то свое, а человек, слыша это ваше одно, подразумевает что-то абсолютно свое. Поэтому, чтобы правильно доносить мысли, помните, что вам нужно говорить на языке слушателя. И если вы хотите получить одобрение, собирайте максимум информации о проблеме какой-то, и предоставляйте ее вашему собеседнику в качестве возможности. Это плюс сюда еще можно большую теорию заинтересованных сторон отнести. Ну, в общем, общее понимание в коллективе должно достигаться путем выработки общей терминологии, понятной каждому участнику. Нет ничего зазорного в том, чтобы в момент сбора команды, и когда вы только-только начинаете какую-то совместную работу, прям взять и написать свой собственный словарь. И это очень сильно поможет вам определить абсолютно точно для всех участников процесса, что обозначает то или иное слово, словосочетание, явление или определение. И это поможет вам очень сильно и синхронизироваться в моменте, и уж тем более поможет очень сильно, когда команда разрастется, и новые члены должны будут достаточно быстро погружаться и в ваш понятийный аппарат, и разговаривать с вами на одном языке. В этом и, собственно, и заключается роль лидера, определять такие моменты и четко следовать им. Потому что в команде, говорит нам Ицхак, должен быть лидер. В его задаче, как правило, входит создание условий для эффективного взаимодействия всех членов коллектива. То есть, ну, чаще всего получается, что на этапе становления команды, вот ее налаживание процессов, всех один из самых успешных, наверное, типов руководителя, это будет интегратор и там с каким-то еще дополнительным функционалом. Интегратор-предприниматель или интегратор-производственник. В общем, в задачи настоящего лидера входит вот это вот создание условий и понимание всеми участниками коллектива, что командная работа не подразумевает полного равенства, потому что у каждого из участников должна быть своя отдельная роль. При этом у лидера должны быть такие качества, как осознанность, разносторонность, понимание преимуществ и недостатков участников группы, умение сбавить обороты в проблемной ситуации и способность решать конфликты в атмосфере взаимного доверия и уважения. Когда вы становитесь настоящим лидером, ваша одна из основных, наверное, основная ваша обязанность, это как раз процедура выстраивания связей между людьми внутри коллектива, поддержания нормальной температуры, атмосферы и всего остального. Если вы были производственником или были администратором и выдавали какой-то продукт помимо вот этого результата взаимоотношений людей, то будьте готовы от этого отказаться, потому что вы больше там, если вы условно, не знаю, были каким-то хорошим маркетологом, а теперь вы стали руководителем и продолжаете при этом быть маркетологом, то, скорее всего, 80-90% вашего времени будет уходить, если вы хотите стать хорошим руководителем, будет уходить как раз на то, чтобы строить связи между людьми, чтобы они были максимально здоровые, крепкие и качественные. И это все приведет к тому, что будут формироваться ценности, потому что для работы управленческой команды нужны общие ценности, которые формируются как раз исходя из облика компании. Если вы помните у Батарева, ценности в 45 татуировках менеджера, ссылка на которую появится сейчас в правом верхнем углу, стая копирует вожака. Если вы не смогли сформировать ценности, то значит и вся команда как бы тоже при этом будет развалена, и вот этого облика, руководителя облика компании не получится. Именно эти ценности и границы их определяют движение компании, они состоят из ее возможностей, потребностей рынка и каких-то блэкбоксов, неизвестных зон. Лидеру нужно время от времени пересматривать ценности и чуть-чуть менять, если это необходимо, вектор движения всей команды. Ну и упаси вас Бог от синдрома чудо-менеджера. Для того, чтобы потеря какого-то выдающегося управленца не стала для компании критичной, вы должны поощрять разносторонность и развивать разносторонность людей, которые принимают какие-то управленческие решения и использовать имеющиеся таланты участников команды. Потому что каждый сотрудник, вне зависимости управляет он кем-то или нет, он имеет все вот эти черты, присущие одному из четырех или всем четырем частям вот этого квадранта. Нужно только развивать их до требуемого уровня. И нужно в этот момент помнить о так называемом гипертрофированном выражении каждого из сегментов пи и диаграммы. Это следствие того, что человек с какой-то одной отдельно сильно выраженной стороной пытается стать для всех чудо-менеджером, оставаясь в привычной и комфортной для него самого системе координат. Ну, например, человек с гипертрофированной функцией производства, пи, становится так называемым героем-одиночкой. По Адизусу, когда благодаря своей отличной исполнительности и трудоголизму он выбивается в начальники, и тут у него начинаются проблемы, потому что он не умеет работать в команде, он не привык рисковать. Он хочет все делать сам 24 на 7, чтобы не брать только ответственность за всех остальных на себя и не делегировать. Поэтому предпочитает работу в горящих дедлайнах и все сам, как истинный трудоголик. Администратор, например, с гипертрофированной функцией администрирования превращается в бюрократа, смысл жизни которого заключается в том, чтобы документировать, выписывать правила, заводить таблички, таблички в табличке, там, гугл-доки какие-то, и тут уже не до управления. Предприниматель, например, с синдромом чудо-менеджера и гипертрофированной вот этой функцией предпринимательства станет поджигателем. Он будет раскидывать во все стороны там горящие шары идей, фонтанировать заданиями, раздавать их налево и направо и совсем не беспокоиться о том, как их кто выполняет, потому что для поджигателя это вообще не важно. Ну, а интегратор может превратиться в такого подобострастного горячего сторонника, который будет со всем соглашаться, всем будет старать угодить, достаточно дипломатичный, чтобы только всем было хорошо, и бог с ним с задачей, которую нужно выполнить. Вот получается, что синдром чудо-менеджера ни к чему хорошему не приводит, а приводит синдром сбалансированного менеджера, который знает свои слабые места и нивелирует их круто подобранной и эффективной командой, которая усиливает как раз его эти слабые места. Вот такие 10 фактов из Одизеса. Возможно, что-то покажется вам достаточно непростым с точки зрения понимания и нужно все-таки почитать Одизеса целиком, а не только послушать обзор. Но, как я уже говорил в начале, время этой книги должно наступить. Когда оно у вас наступит, позаботьтесь о том, чтобы у вас под рукой был букнот, блокнот для осознанного чтения, ну или любой другой блокнот, в который вы будете выписывать факты, идеи и, конечно же, задачи. Потому что структурировать Одизеса нужно факты в 10, может быть, чуть больше, а потом из них нужно написать себе каких-то несколько задач, которые вы попробуете сделать, чтобы увидеть, насколько круче вы стали вообще как управленец или как человек, который взаимодействует с другими людьми в команде. Я выписал себе из книги три таких задачи. Проходить тест, ну пройти тест Одизеса и проходить его регулярно, потому что результаты периодически меняются в зависимости от того, даже в каком эмоциональном состоянии вы находитесь. Все, вторая задача, с кем мне, ну то есть или вам посчастливится работать, тоже должны пройти тест, особенно ваш начальник. В книге есть целая глава про взаимодействие в обратную сторону, как определить, каким из четырех вот этих вот секторов, к какому из четырех секторов отвечает ваш начальник, и как с ним взаимодействовать нужно. Как правильно разговаривать с администратором, там с точки зрения цифр, четких дедлайнов, понимания того, что он от вас хочет. Как разговаривать с предпринимателем, как разговаривать с производственником. Ну и составить карту идеальной команды с детальным описанием характеристик участников этой команды согласно Одизеса. Кто на какой позиции должен находиться, и какой из четырех секторов у него должен быть максимально развит, чтобы потом по этой карте просто было очень легко нанимать людей, когда вы четко понимаете, кого кроме условных хардскиллов и софтскиллов, кто вам нужен с точки зрения управленческой. Вот такой вот был быстрый обзор. Это проект читайбыстробуквы.инфо. Подписывайтесь на канал, ставьте палец куда-нибудь вверх или вниз, куда уж вам захочется. На колокольчик обязательно нажмите, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Проверяйте скорость чтения на сайте буква.инфо.рапид. Там можно прочитать текст, потом ответить на вопросы по этому тексту, потом получить сертификат с вашей скоростью и осознанностью чтения. На блоге про менеджмент. Там, кстати, буквально на днях выйдет статья 20 лучших книг по менеджменту в 2021 году, поэтому обязательно добавьте блог в закладки, чтобы ее не пропустить. Софтскиллы, скорочтения, обзоры книг, всякий тайм-менеджмент и прочие старитейлинги и критические мышления, это все мы разбираем по кусочкам и кирпичкам у нас на блоге. Не проходите мимо. Ну и инстаграм, буква.инфо, там иногда появляются картинки. Увидимся через неделю. Новый я, новый вы и какая-нибудь новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.